Доведаться об нюансах абрата у традиций наших протков, а так само детальово ознайомиться с их жильем. Такую мягчимость даёт средневечная сирода, частка проекта «Музейный титдень». У археологичного музея соправданная жильоберастейца 13-го года. Как правило, наведывальников туда не пускают, а легетый раз стал выключением. Гости побывали в доме протков. Молодь тут основная аудитория. Привлекает это место, потому что это наша история, во-первых. Во-вторых, это место очень-очень-очень навевает такой стариной нашими предками, историей. И, в принципе, мы можем посещать такие места и прикоснуться к прошлому. Я думаю, это воспитание патриотического духа, скорее всего. Потому что, если мы будем знать историю, то мы будем иметь даже какой-то шанс на будущее наше. У жильоберастян шмата саблевого, говорят организаторы сироды. Так, например, до места створения дома наши протки подыходили выбирально. И, как бы выпребывать его на добробит, выкористовывали корову. Яна, на думку наших дядов, лягала на самое доброе для будущей семьи место. Увага наделялася и древу. Лягалася, а когда оно скрипит, значит, там душа закатованного человека. И его не выкористовывали. На скрыжевании дорог древо буйное, казались средневечные ажихары города. И с его жилью так само не будывали. Есть очень много особенностей в жилище Берестян. Потому что, казалось бы, дом маленький, но когда заходишь вовнутрь, ты не чувствуешь давления потолка, потому что потолка не было. Оказывается, были печи особые, печи топившиеся по-черному. Поэтому дым выходил прямо в помещение. И вот такой высокий жилой дом, он давал возможность дыму скапливаться вверху. То есть не выдать дым в глаза человека. И было такое еще изречение – дымные горести не терпев, тепла не иметь. Поэтому нужно было терпеть дымные горести. Утые часы у каждом доме мелися обереги. Паспробовать своими руками выработать себе такие же наведывальники музея смогли подчас мастер-класса. Головная мета проекта больше доведаться по сходне славянской городобудовничой культуры. Организаторы лечат, и она досягнута. Этот музей является уникальным по своему кшталту и по своему насыщению. Сегодня сюда едут из всех концов света, чтобы посмотреть на архитектуру середневектора. И когда студенты приходят сюда, проводят специфические занятия, студенты приходят сюда на мероприемства, связанные с такими адукационными метами, то, конечно, для них есть, скажем, певная зацікавленность в том, как дотикнуться до конкретной археологии, до артефактов. Вядомо, что 15 мая археологический музей Берестя закрывается на реконструкцию. До этого часа образ товчанных гостей города еще есть возможность его наведать. Мероприемство, хоть и на такой короткий термин, заплановано шмат. Анастасия Секун, Александр Севицкий, телерадио компания Брест.